Вот Кинан Корнелиус. Это первый был Би-Джей Пэн, не первый Бразилис, который стал, а он из Гавайя. Второй был Рафаил Лавата Джуниор в 2007 году. И третий как раз, нет, три получаются тогда, три чемпиона, да. Вот Майки Мусумеси последний стал, но мне кажется, Майки Мусумеси стал четвертым по счету, а не третьим. Вот я знаю точно, что Би-Джей Пэн, первый не Бразилис, чемпион. И второй как раз вот Рафаил Лавата. И вот Майки Мусумеси стал, получается, третьим, я не знаю, я просто, может, третьего забыл, если не четвертым, то третьим американцем стал, который выиграл чемпионат мира по черным поясам. Кипин пока только до второго и третьего, нет, второго не становился, он третье место забирал на чемпионате мира. Тоже из Гавайев. Как я и говорил, Мухаммед Али и Кинан Корнелиус являются бывшими одноклубниками. Оба тренировались. Мухаммед Али до сих пор тренируется в команде Мэриленд, Ллойд Ирвин. Это рядом с Вашингтоном, восточное побережье. Акино переехал на запад в Калифорнию, в Сан-Диего, в самый солнечный город Калифорнии. Присоединился к лучшей команде в мире, к Андре Гальвау Катусу. И спустя полтора года получил от Андре Гальвау черный пояс. По коричневым поясам предварительно, выиграв все турниры. Проиграл только Пауло Мияо в финале абсолютно по коричневым поясам. И по черным поясам, на самом деле, его популярность и восхождение только вот как будто бы начинали добирать обороты. Он придумал себе Гармгард. Самое интересное, он перед чемпионатом мира сказал, что он придумал какой-то там Гард, и сейчас всем его покажут. Ну, я, конечно, скептически посмеялся от этим. Думаю, ага, конечно, там все что-то придумают, все что-то показывают. Но на самом деле он просто эволюционный гад, показал вообще на чемпионате мира. Выиграл Леандро Ло пятикратного чемпиона. То есть он выигрывал, он выигрывал Робета Сантоса, он душил чемпиона мира по джужицу. Он выигрывал Леандро Ло пятикратного чемпиона мира по джужицу. То есть, конечно, он на уровне чемпиона мира по джужицу. Просто пока у него нет этого титла. И, кстати, Кейнан Корнелиус тоже родился на Гавайях. Да, он гавайец, конечно, он гавайец. Он вообще, в принципе, из-за BJP на джужицу. Да, да, да. Би-Джей Пен там был герой Вот он работает, вот этот Вормгард Видите, путает свою правую ногу И вот через все вот это вот У него начинается включивание под соперника Двое утро Двое утро Двое утро Двое утро Даже мои ученики что Сейчас мне пишут и говорят Блин, как талон некрасиво соскочил с треугольника То есть не один и двенаж Мы считаем, что Складка прошла не совсем Честно Вот Патрик Гаудио И рядом с ним Велкер Подсказывает я уверен Мухамеда Аллу Я сейчас попытаюсь быстро уточнить Четыре чемпиона мира не бразильцев Или три Киле на ногах Киле на ногах можно тысячу раз почти пройти И ни разу не пройти целиком Потому что Он очень гибкий и контролем Вы посмотрели Он по нему сразу бросает в глаза, насколько он пластичный. Невероятный такой, знаешь, карандаш. Его называют как спагетти гард. Ну вот да, вот в нем это есть, потому что он такие занимает позиции. И делает свип из них, смотрите, да, делает свип. Фиксирует ли? Борьба, борьба, тейкдаун, борьба за одну ногу? Нет, не фиксирует. Мухаммед Али, как я вам говорил, слишком физически крепкий. Конечно, он вдоль и поперед знает всю тактическую, подноготную кину на Корнелиуса. Требует два балла, вот когда все кричат дойс, дойс, дойс. Это, как знаете, знаменитое видео, два балла. Мы освежим в памяти, потом это видео. Можно и не освежать, в принципе. Вот так, кину на... Ноги накинуты на лапел, на руку. У него и он оплата, и лапел оплата потенциальная. И, в принципе, правый... В принципе, он в орунгарде, видите, у него нога между лапелом и гардом соперника. То есть, вот он вокруг вот этого, все мозги парит. Он путает свои ноги, очень гибкие. Если ты с горем, по полам, чудом все-таки этого избегаешь, это требует невероятных усилий. И он с такой легкостью это снова делает. Да, ноги у него гнутся практически под невероятными углами. Я не знаю, я, например, встречался с гораздо менее гибкими представителями, которые такие проблемы создают, чтобы начинаешь реально злиться. То есть, ты начинаешь злиться не потому, что ты не знаешь, что делать, потому что ты вот все знаешь, все вроде бы понимаешь, но вот не получается. И вот мне кажется, вот Мухаммед Али сейчас в очередной раз, ну вот смотрите, вроде бы начинает проход, да, скидывает. Ноги мимо пролетели, не получилось. То есть, опять, сплотил штаны, приконтролировал его штанины, респондорил их вниз, обходит, кинан опять с легкостью достает эти ноги, сует их себе за затылок и возвращает в гад. Как будто бы такая легкая несправедливость, да? Да, это выглядит как... Как тяжело все дается Мухаммеду Али, и как кинан вообще... Как битва, знаешь, бычка такого... Таланта и трудноспособности. Вот, как Мухаммед такой бычок, а вот... Да, да. Кинан, ну такие вещи, ну как муклопитон, какой-то умитворяет, абсолютно. Мне очень, конечно, нравится стиль кина на Корнелиуса. Именно стиль борьбы, то, как он видит борьбу, он не борется, он вас вот именно переигрывает. Никогда не будет, допустим, вот он пытается сделать болевую арку, возвращается, он не будет от рукой делать. Он будет делать что угодно, но попытка отличная по таймингу входа в две ноги от кина на Корнелиуса. Единственное, исполнение и защита Мухаммеда Алу, конечно, на уровне. И стягивает он вниз. Нельзя Кинану сейчас ложиться вниз, потому что идет первая минута. В течение первой минуты любое движение вниз карается двумя баллами. И смотрите, смотрите, Кинан собственный тайгдаун пытается притворить жизнь. Почти сделал, пол, подсечка, пол, тейгдаун. В итоге Алу встал, протолкал его в край мата, и мы переходим в центр. Знаменитая фиолетовая капа кинута Корнелиуса. Честно говоря, я раньше думал, что он ее под цвет пояса одевает, потому что он когда по фиолетовым поясам выступал, он в ней выступал. Я думал, когда коричневую получит, коричневую капу оденит. В итоге он уже несколько лет под черным выступает, до сих пор с этой капой. Он даже, когда операцию на колени сделал, год пропустил, получается, не участвовал, да? А снова начал участвовать, и фотка, знаешь, что такое в капе, типа розовая капа снова в день. Ну, ни у кого больше, наверное, так не увидел. Ну да, такой экстравагантный. Мне кажется, если бы были разрешены джиу-джитсу, амплитудные броски, Мухаммед Алили только так бы раскидывался имя, потому что он выглядит очень мощным человеком. Мухаммед Алили очень мощный. Кинон блокирует попытку сфильма, перевешивает через себя. И очень элегантно проходит. Значит, правую кида, и будет проходить он дальше, и будет идти в сторону. Он сейчас ногами через голову будет за спину пытаться. Настоящее наслаждение получается, когда смотришь за борьбой Кинона Корнелиуса. Да. За этим человеком хочется смотреть, смотреть. Я очень много пересмотрел его схваток, и, к сожалению, я их уже видел. Я бы с удовольствием забыл их и снова посмотрел, знаешь? Есть прям несколько людей. Вот Леандро Ло мне очень нравится. В принципе, как боится даже. Как я и говорил, Леандро Ло попал на Кинона впервые, когда Кинон из облета Гарты впервые его применил. Леандро был к нему не готов, потому что он не видел как Леандро, никто его не видел. И реально Кинон просто его растаскал. Леандро, видимо, очень как личную обиду это воспринял. Он на все турниры. Леандро раньше был чемпионом 7-6, потом 8-12, и, в принципе, его вес, но средний вес. Кинон, он побольше. Кинон, в принципе, тяжелый. Он 94. Леандро начал набирать вес. И во все соревнования, где был Кинон, записывался в его категорию. И после этого он пять раз подряд Кинона выиграл. То есть, самый первый раз Кинон Корнелиус выиграл Леандро Ло, после этого пять раз проиграл. Причем очень, знаешь, не то, чтобы Ло там выезжал. Ло просто хотел, как бы, знаешь, как будто бы самоутвердить. Как ты, американец, как он в чемпион мира меня выиграл. И он реально вот прям... Кинон меняет категорию, Ло меняет категорию, идет за ним. И вот реально прям интересно смотреть за такие люди, которые, конечно, Кинон прям наслаждение смотреть, да? А вот наслаждение смотреть еще такие схватки, вот одна из моих самых любимых. Ну, Кинон, Ло, понятно, да? Но самая моя любимая схватка, это Филиппа Пена и Леандро Ло. Причем, что я не могу ее снова найти нигде в интернете. Я раньше ее находил. И находил ее по португальским названиям. То есть, не по-английски. Там супер-схватка, супер-лута. То есть, ну, я же сейчас под этим тегом я не могу ее найти. Тем временем Мухаммед Алил очень хорошо схватил Ло, но Кинон все освободился от всех захватов, поэтому я продолжил. Кинон закрыл гард, и я думаю, в ближайшую минуту он будет безопасно работать с ним. Тем более, судья попросил завязать кимоно и перейдутся в центр. Так вот, схватка Леандро Ло и Филиппа Пена, она, ну, просто очень хорошая была. Там, получается, как? Это было Копа-подио. Ну, то есть, такой же турнир, только желтый. Я не знаю, когда-нибудь смотрю эти турниры или нет. Все просто с желтой цветовой гаммой, да? Ну, и суть. Короче, 10-минутная схватка. На первой или на второй минуте Филиппа Пена прыгает вниз, делает свип Ло. И зарабатывает 2 балла. Ло, получается, встает в стойку, и Филиппа Пена снова прыгает в гард. И теперь все, Ло проигрывает 2-0. И вот 8 минут или 9 минут, ну, не знаю, условно, 8-7, вот счет 2-0 будет в пользу Ло. Вернее, в пользу Пены. И Леандро Ло раз 14 пытал, ну, ему нужно выиграть схватку, да? Он раз 14 почти проходил гард, должен был эти 3 балла заработать, тот выходил. Представляешь, у него 14 преимуществ было. И в конце, на последней самой секунде, он реально проходит гард, и судья дает 3 балла. Но там тоже такой, знаешь, момент, как вот сегодня у Слава Карвале в один нажме был. Как будто бы чуть-чуть судья накосятил перед Леандро Ло, знаешь, он, на самом деле, в один момент 3 балла получил, и Слава 3-2 еще, да, в середине схватки. Но потом они посовещались, и что-то, походу, типа, фиксации не было, и 3 балла сняли. Ну, и теперь, представь, как бы чувство перед Ло, да? Он как бы выиграл, ну, он 3-2 сделал, а тут 3-2 забирают, и теперь снова старается. И он снова старается раз 15, и потом вот на последней секунде, знаешь, ну, реально, вот то, что до этого балла как бы не давали, фиксации не было, там тем более не было фиксации. Но судья сразу 2-3, потому что, походу, чувствовался виноватым. И на последней секунде Леандро Ло реально вырвал победу 3-2. То есть, представляешь, все 10 минут, просто война была на мате. Ну, вот и сейчас мы видим примерно... Вот кому отдать преимущество? Ну, никому. Никому невозможно отдать. Второй прошел... Знаешь, как хорошо, что за это люди платят, и они есть, которые несут за это ответственность. Вот судьи должны принимать это решение. Мы всего лишь наслаждаемся, мы смотрим, мы комментируем, констатизируем факты, обсуждаем, да. А дело принимать ответственные решения, это, извини меня, вот человек стоит. И даже не он. Не он, а... Он регулирует, чтобы здесь нарушений не было. Да, 3 человека или 5, я не знаю точно, вокруг татами. Очень часто спортсмены, ну, даже не часто, я надеюсь, что это, конечно, реже, чем мы думаем, но бывает такое, что спортсмены часто вымечают свою злость на том суде, который вообще никакого отношения к решению принятому не имеет. Вот, есть такие соревнования, как грэплинг и DCC, условно, да? Ну, понимаешь, грэплинг, по сути, везде как бы два парня борются, да? И, в принципе, это всегда очень эмоционально тяжелые, как бы, особенно, представь, там, два горячих кавказца, которые борются, да? Они там чуть-чуть сразу готовы друг друга бить. И вот есть соревнования, и DCC, условно, где вот судья, который на ковре, он показывает баллы, все, да? Но не он баллы начисляет на самом деле. Начисляет баллы, человек за... Да, но он вымещается на нем. Вот, вот, человек сидит, смотрит, судья там должен быть, чтобы, если вдруг что сказать, стоп, хватит. Либо, если вот он оттуда с телевизора не видит, вот, ну, условно, мы закрыли тело, мы здесь вот, момент, да, условно, здесь есть баллы, здесь нету. Он там не видит, и судья отсюда смотрит и показывает, да, да, баллы есть, да, типа, зачисляет. А все думают, что он судья, он судит, он виноват. На самом деле, ну... А у нас Мохаммед сцепился, состочайший в Киеве. Да, Мохаммед очень-очень пытался сейчас сделать перевод в фактор. Стойка, конечно, не хлеб с маслом для Кимона Корнелеса, это не его излюбленное дело. Но зато... Кимоно уже практически полностью налезло на голову, и я совершенно... Неудобно, очень неудобно, у него позиции подсечка. Отличная подсечка, это лук. Все-таки два балла, все-таки, мне кажется, это два балла, но Кимон рискует, Кимон рискует. Что это такое? Сейчас опять он выйдет и не будет дисквалификации, что ли? Вот, мне кажется... Ну, опять же, мне может казаться, и как бы это ничего не значит, но... Я считаю, что вот, допустим, ситуация с Эдвином Нажми, и то, как сейчас Мохаммед Алуш, прям, как будто бы рвался выйти за пределы татами, Ну, должны промоушен, как бы, кинуть на такое решение, что нужно какие-то нюансы в правилах придумывать. Чтобы вот не было такого, что, знаешь, вот попал на болевой... Либо нюанс в правилах, ну, октагон же не сделаешь. Да, конечно, не-не-не, а причем, самое интересное, ты не заметил, что Файт Найс сейчас проводит турниры по грэпплингу? Не видел. Вот, Файт Найс буквально последний раз умер, Зайв там боролся, Юсуп Садуаев, Арсен Шапинив там боролся, Ну, еще там несколько супер-схваток были, я просто не всех знаю. И я, на самом деле, это второй раз так видел. Первый раз я видел вот грэпплинг в клетке, это, знаешь, вот это Ван Ивси, Ван Ивси какая-то... Где Гафуров чемпион. Гафуров боролся с Шини Аоки в клетке по грэпплингу. Но я тебе отнюдь, что ничего по грэпплингу не напоминаешься, все равно вот... Знаешь, вот как будто бы вот у них из головы менталитет, что нужно убивать и избивать друг друга, и не сняли. Сняли только перчатки. И сказали, вот бить нельзя, но все то же самое. Как будто бы с такой же жестокостью люди боролись, знаешь, все очень физически, все очень технически неправильно. Ну не то, чтобы не все правильно, я имею ввиду, не пытается, как бы, знаешь, именно идеально сделать. То есть вот так, а и сойдет так, знаешь. И как бы все просто на физической силе. Как будто вот два человека мерились, у кого больше, больше рука. Все-таки джиу-джиу-джи это не такой же спорт. Джиу-джи совершенно не такой же спорт. Она испортит, клетка испортит, конечно. Все-таки почему многим бойцам, как и мне, не нравится, вот, допустим, в УСе клетка, ну, в клетках животных запирают. Зоопарка в клетках животных запирают, понимаешь? И инстинктивно, ну, в принципе, люди, млекопитающие животные, их ты заводишь в клетку, они инстинктивно себя чувствуют. У тебя зверский инстинкт. Конечно, да, ты себя как на цепи чувствуешь. С нами с цепи иди делись, а дели цепь все, сиди. Поэтому, мне кажется, бразильская джиу-джицу является таким, знаете, его называют интеллектуальным видом спорта. Конечно, здесь не то, чтобы два академика наук, знаете, выясняют отношения. Я не про это говорю. Но это не два каких-то там обколотых качка, которые просто, знаешь, за счет невероятных физических мощей делают что-то, что там... Потому что, посмотрите на Кинана Корнелиуса в сравнении с Мохаммедом Али, кажется, то, что Мохаммед Али просто может его взять и, не знаю, пятерней, размер... Ну, то, чтобы пара не рок скручить, да. Но Кинан Корнелиус, пусть он весь сейчас истекает откуда-то, пусть он весь... И делает свип. Он свипует, реально, лагами. У него получается, он работает. Исключительно благодаря своей технике, говоря своему таланту. Конечно. На самом деле, все люди говорят, что вот, там талант и трудоспособность. На самом деле, вот самый сложный талант, который развит, это талант и трудоспособность. Да, трудолюбие это самое тяжелое в любом деле, абсолютно. А особенно в физическом плане, когда ты воспитываешь себя трудолюбие, это... Одна минута до конца встречи, счет 2-2. И мне кажется, судьи сейчас завидуют всем, кроме самим себя. Да, потому что принимать решение о результате такого поединка... И ты всегда знаешь, вот, ты назовешь кого-то победителем, проигравший будет недоволен. Да, абсолютно точно. Хотя, по сути, ну вот, отборолись в ничью. Вы оба как заслужили проиграть, так и заслужили выиграть. Чего вы вот обижаетесь? Почему я о нем... Да. Это море. Он не имеет позицию, брат. Это будет лучше, чем команды. Это будет лучше. Это будет лучше. Это будет лучше. Это будет лапочная. 10 секунд. 10 секунд. Команад, коди. Коди. Итак, свипок 50-50. Извиняю, свипок кинуло Корнелиуса. 50-50 гардер, все-таки мне кажется, он его сделает. 7 секунд. Если он сможет выбить эту руку, сможет выбить эту руку. Почти. И может быть, он не может быть, он будет победить, но не может быть. Это очень важно. Это то, как он сейчас делает. Это называется... То, как он так вырвал победу. Последняя секунда. Может быть, ему и не начислили очки за этот эпизод. Но за волю к победе, за стремление бороться до самой последней секунды. Кинон Корнелиус совершенно точно обязан стать победителем этой свадки. И видно по нему то, что он сам доволен. Я уверен, что он получил невероятное удовольствие от того, что он провел замечательное поединок. Конечно, знаете, как в принципе, ты выходишь на поединок и знаешь, что ты не показал того, но ты выходишь, даже ты проиграл, ты выходишь с чувством выполненного долга. Вот все, что у меня было, я там оставил, но по сути мне добавить больше нечего было. Все, ну проиграл, выиграл, это не имеет значения. Все свои труды, которые ты вкладывал в себя и в свою подготовку. Да, а когда ты, знаешь, ты проиграл, ты понимаешь, что ты очень много того, что ты мог оставить, унес с собой, и ты вот жалеешь. Это да. Почему-то я не постарался, почему-то я не... Недосказанность какая-то такая остается. А после драки кулаками не машут. Хотя Мохаммед Али еще после гонга... Ну, он просто его не услышал, там, в запале, в криках. Ну да, конечно. Эмоции. Пошел подсчет. Роберт Драйсдалл, мне кажется, одной бумажки не досчитался. Глазами так реагирует. Дорогие, госпожане, мы имеем в виду в сплитном выборе. Да, Кенан Корнелиус. Мохаммед Али, мне кажется, снова не хочет жать руку Кенану. Но все-таки... Ну, он недовольства много на лице. Да, знаете, не выглядят ребята Это как два бывших андак логика. Кеннад. Позвольте. Брю, первое, приветствуем вас в AC BJJ. Мы все очень рады увидеть вас бороться. Вы все очень рады, вы все очень рады. Вы сделали лучший матч на сегодняшний день. Как вы чувствуете, бороться на эти правилах? Это действительно разнообразно. Я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю. Ну, честно говоря, вот этот вот мне не нравится. Но зато все происходящее нравится гордолюс. Я не знаю, что это было с ги, но я не помню, где я спрятался. Разница в правилах захвата ги, а не помню. Он сказал, что Мухаммед Али использовал ги, который обычно правилами не допускается. Это как-то вообще сказывалось со своими захватами, типа другие захваты. Он говорит, честно говоря, я никакой разницы не почувствовал, потому что я инстинктивно. В принципе, за кимоно хватаюсь, особо не задумываюсь, где, поэтому все нормально. И, конечно, бой Мохаммеда Али и Кинана Корнелиуса стал настоящим украшением сегодняшнего вечера.